Соник из тех релизов, куда ошалевшие родители отправляют детей, чтобы спокойно потрахаться. Фригидные же ходят на сеансы вместе с ними, таким образом раз от раза пересматривая ту же самую хернё. Ведь если ты видел хотя бы одну такую картину, считай, видел все. Гарфилд, Смурфики, Медведь Йоги, Будди, Вудпекер, Элвин, Барундуки. Люди с изысканным вкусом вспомнят Стюарта Литлай. Возьмите любое нарисованное существо и подставьте его в готовый шаблон. Он, необычный протагонист, или группа протагонистов, знакомится с человеком, чтобы 20 минут спустя стать его лучшим корешем и вместе победить карикатурного злодея. Судьба Ежа стала очевидна, как только в сеть утекли первые промо-материалы, и... Лично я был не против. Формула существует более трёх десятков лет, но в толпе посредственностей до сих пор находятся киношники, умудряющиеся делать из неё что-то презентабельное. Детектив Пикачу вышел относительно крепким, например. А Джеффу Фаулеру, для кого Соник стал первой крупной режиссёрской работой, вряд ли кто-нибудь выделил бы денег и мощностей на полноформатный CGI-мультфильм. Да и зачем? Народ охотно ходит на такой кинчик, да и поклонникам франшизы не впервой наблюдать за тем, как Синяк коммуницирует с человеками. Многим это не нравится, но их забыли спросить, ага. Всё, что авторам требовалось, замутить лёгкую, но драйвовую экшн-комедию без дополнительных извилин. И они попытались. Правда, налажав с драйвом, комедией и экшеном. Зато извилин нет, молодцы какие. Может прозвучать, будто я ждал от киносоника слишком многого, но поверьте мне на слово. Сейчас я предпочитаю приятно удивляться, нежели делать ставки. Впрочем, совру, если скажу, что та замечательная история со сменой модельки, не поселила во мне крупицу надежды на искреннюю заинтересованность парамаунтов, продюсеров и лично фаулеров в том, чтобы не уронить проект с крыши многоэтажки. Реально ведь прецедент. Когда такое было, чтобы гигантская студия махом ответила на реакцию общественности и в последний момент бросилась исправлять херню, за которую тогда уже солидно заплатили? Да и продуманность пиар-компании подкупала. Прикиньте, как было бы иронично переродить Соник не в видеоигре, а на серебряном экране. В том самом, где игровые франшизы обычно ревут и кричат от агонии и унижения. Наверное, было бы клёво. В реальном же мире нам досталась феноменально пресная картина. Мне даже не хочется орать на неё, биться головой о Плинтус, попытках доказать, насколько плох этот фильм. Он не плох. Он никакой. Любой замшелый инди-романтик про лесбиянок в пубертате, снятый на китайский айфон образца 2009 года, оставляет больше эмоций, чем вот это вот всё. Мне настолько неловко пинать Соника в кино, что самое смелое оскорбление, которое я смог для него придумать, звучит так. Культас был прав. Оригинальным не буду. Сценарий является одним из главнейших проколов этого фильма. Разумеется, никто не ждал от Соника высокой драматургии. И я ума не приложусь, чего эти писаки решили, что они в неё смогут. Танэ не работает даже в прологе, нарисованном специально для того, чтобы ортодоксальные фанаты за 30, как по команде, расстёгивали ширинки. Не, ну справедливости ради, несмотря на откровенную дешевизну, происходящее ненадолго захватывает внимание и даже намекает, что кино попробует эту планку удержать. Коварные рецидивисты. Тут поясняют, как, зачем и почему ёжик очутился на земле. Пояснения оказались настолько тупыми, что мне впервые стало стыдно за собственную фамилию. А на земле Сонику одиноко. Не с кем поболтать, не с кем поиграть или попыриться на внезапно полюбившегося всем Киану Ривза. Свои эмоции он озвучит ртом, дважды за 10 минут хронометража, приоткрыв тем самым здоровенную кастрюлю говна. Треть фильма персонажи топчутся на месте. Авторы избивают их детсадовскими попытками в character development, обрекая на декламацию одних и тех же установок. Тогда как Соник без конца жалуется на жизнь, Джим Кэрри доходчиво объясняет каждому новому встречному, насколько он злобен и умён. Известное правило «не рассказывай, а показывай» команда Джеффа Фаулера переработала в «покажи и расскажи». Да потом расскажи ещё, с первого раза зрители точно не въедут. Парадоксально, что единственный персонаж, который чувствует себя на своём месте и не бесит, это Том Вачовский. Тот самый коп, обречённый привезти ураганные каникулы в компании с иконой видеоигр. Марстон-актёр может истаковый, всё же обаятелен, идееспособен. С таким хочется и пиво попить, и денег ему занять. Подпроценты, но хочется ведь... Остатки же каста бесполезны. На одну половину орёт Джим, а вторая создаёт иллюзию оживлённости в декорациях. Даже миловидная Мэдди, девушка Тома, функционально нужна тут просто, чтобы привезти героев в локацию, где Сонику выделят те самые кроссовки. Те немного забить полотно, ни к чему не обязывающей болтовнёй, конечно. Стоило лишь кварить её страницу на МДБ ради этого, тема для отдельной дискуссии. Забавно, что к Марстону вопросов оказалось даже меньше, чем к Джиму Кэрри. Селлинг-поинт у сего безобразия. На постере его туловище оттяпало больше места, чем главный герой. С одной стороны, перед нами старый добрый Джим, каким мы его помним и ценим. Кривляющийся, переигрывающий, но гомерически смешной. Не знаю, как вы, но я скучал по его комедийному перформансу, и шикарно, что студия сделала этот ход кротом. Пригласила любимую кинозвезду из девяностых в экранизацию игры из девяностых. Ммм, девяностые? С другой стороны, за фирменными ужимками комика трудно разглядеть... персонажа. В смысле, нет, Кэрри понимает работника и прекрасно справляется с ролью. Но так вышло, что у зрителя есть с ним личный бэкграунд. Если он хотя бы раз видел такие его знаковые и критически признанные работы, как Маска, Эйс Вентура и тот шикарный фильм, который все так любят... Как там его... А, Кабельщик! Придется постараться, чтобы заметить в нем черты сониковской Немезиды. Я это сделал под конец, и не скажу, что не получил удовольствие. Возможно, этой проблемы бы не было, придай создателю-работнику каноничный лук уже в начале. Хотя в здешней эстетике дешевого ситкома он выглядел бы скорее как клоун, нежели как угроза мультивселенского масштаба. Каково он, кстати, и не является. Киноцопису хочется забилдить нечто глобальное. Нечто, что раскрылось бы только в 14-м сиквеле. Он рассказывает о становлении героев, но форму придает ему очень неуверенно. Тот же доктор вызывает антипатию исключительно поведением, но никак не деятельностью. А в играх он роботов и зверушек делал на минуточку. Да, он называет свою лабораторию злодейской по каким-то причинам, но не является злодеем в прямом смысле. Это грубый и эксцентричный гений-мудак со вспыльчивым характером. Машины строит, необычностями интересуется. Да что может быть необычнее сверхскоростного синего ежа в кедах? Хороший фильм по видеоигре, разве что. Я имею в виду, выйти этот Соник лет на 10 раньше, про работника сняли бы вполне успешный телесериал. Тогда этот типаж был крайне популярен. Мужик работает, причем по найму. Тогда как Соник провоцирует как его появление, так и вообще все беды, что случатся с массовкой. Да, он пока не герой с гипертрофированным чувством справедливости, но даже являясь он им, геройствовать ему было бы тупо негде. Посему тут он беспризорный подросток, садящийся в машину к мужчине средних лет, который увозит его в зассанный мотель. Звучит как забивка для очень беспокойной фестивальной короткометражки. Но даже это не звучит неправильно в сравнении с комедийной составляющей Соника в кино. Честно, я искренне не понимаю, почему кто-то до сих пор находит смешными шутки про пердеж. Ну ладно про херы, в умелых руках они способны забрызгать иронии весь зал. Та тут вот это, и вот этого тут много. Я насчитал штуки 4. Омерзительность варьируется от ну окей, как в сцене на бейсбольном поле из трейлера, до жирнющего испанского стыда, какого даже в работах Кена Понтака невозможно найти. Какие там трусы в салате? Я реально оскорбился, когда мой любимый герой детства из видеоигр ни с того ни с сего зарядил смачный залп, а актер из любимой мной в детстве комик-сокранизации поинтересовался, не испачкал ли он шкурку. Еще оскорбительнее это стало, когда до меня дошло, что смотреть на это нас заставили только, и только за тем, чтобы упомянуть Чили Доги. Потому что Соник всегда любил Чили Доги. Эй, ребят, мы знаем, про кого снимаем кино. Мы ценим фанатов. Слава богу, что эту хуйню снимал не Родригес. А то нас ожидало бы второе пришествие Аромоскопа. В остальном шутки стерильны. Не берусь тут рассуждать, поскольку львиную долю диалоговых гагов традиционно запокапили локализаторы и лично Антон Камолов на ведущей партии. Я с большим уважением отношусь к Антону, как к радио- и телеведущему, но очевидно, что он не актер дубляжа. Мне очень хочется, чтобы фильм собрал кассу для сиквела, чисто ради Джима Эггмана. Но я просто не могу рекомендовать идти на него в кинотеатр. Соник тут пупсик, которого хочется за щечки потеребить, и ещё в трейлерах было очевидно, сколько умилительности привнёс в него Бен Шварц. Перформанс Камолова отрубает от персонажа половину, что оказывается фатальным для картины такого качества. Тут вся подборка проблем начинающего бойсера из интернетов. Неправильные акценты, перегибы в интонациях и пренебрежение актуальными ситуациями. Я когда из зала вышел, пожалел, что рядом не было Иосифа Джошизо. Такой пласт оригинальных оскорблений упустил, конечно. Иосиф, кстати, сам недавно попробовал себя на этом поприще, озвучив героя Элайджи Вуда в картине «Иди к папочке». Заметите афишу, обязательно метнитесь глянуть и оценить. Очень горжусь, чувак. Опять же, ко всему перечисленному, кроме бздящих ежей, я персонально был готов. Я осознанно пошёл на этот фильм, рассчитывая чутка пофанбоить и насладиться сколь-нибудь качественным экшеном. Почему я был уверен в качестве экшена? Ну, как минимум из-за продюсерской команды Форсажа. Если уж этим ребятам не удастся напитать его драйвом и безмозглой крутотой, то я даже не знаю. И мне кажется, что я ничего уже не знаю, потому что им не удалось. Причём предпосылок к сногсшибательному действу полно, однако на деле всё это скатывается до уровня Терминатор Генезис и никогда не выстреливает. Отодвинем претензии к графике. Одна здесь так себе, но учитывая фейл с редизайном, хорошо, что этот фильм вообще как-то выглядит. Чуть лучше мультсериала Суник Бум. На мой взгляд, корень проблемы зарыт в музыкальном оформлении. Одна из стартовых сцен под Квинновский Don't Stop Me Now работает во многом из-за композиции. Она китчевая, её все знают, и, ко всему прочему, она шикарно вписывается в контекст. Там даже слово Суник фигурирует. Отличный выбор. Остальной же саундтрек невзрачен и функционирует лишь как заглушка от неодобрительных покашливаний в кинозале. Вы не дождётесь ни сочных запилов в духе Крашфоте, ни рваного синта, ни чиптюна. Хотя почему нет-то, блядь, вы ретро-игру адаптируете? Сеговское лого перед фильмом мощнее оформлено, чем ваше творение в целом. Хуйните парочку стилизованных треков сюда, ну сам Циммер велел бы... Не, ну они, конечно, раскошелились на несколько знакомых сэмплов и даже воткнули кавер популярной темы Green Hill Zone. Правда, и пианиный. Сука. Фаулер, кстати, сильно выпендривается скоростными сегментами фасона Люди Икс. Таковых тут две, но ни одна не впечатляет так, как когда-то смог впечатлить нас Брайан Сингер. Джефф не понимает тайминг, и ему откровенно не хватает чувства стиля, чтобы сделать их запоминающимися или хотя бы интересными. Вы, наверное, сталкивались с ощущением, когда на экране происходит нечто дорогое, но вас это нечто уже до того заебало, что вы просто молча ждете, когда оно закончится. Вот в Сонике весь экшен такой. Он не изобретателен, ничего не привносит с точки зрения постановки и художественного оформления, и, говоря грубо, попросту зануден. Как я в своих обзорах. Зато кино пестрит МЕМИСАМИ ПРО СААААНИКА! И разными отсылками. Тут и мелочи всякие, локации, знакомые ситуёвины. То есть, если вы играли больше, чем в одного Соника, ну или мою ретроспективу смотрели, и имеете представление о вселенной, допускаю, что встретите тут ряд приятных сюрпризов. Чего же встретят люди, которые просто хотят хорошо провести время? Секунду, я даже сэмпл под это дело заготовил. По-моему, не нужно особо распинаться о качестве фильма, если всё, что после него остаётся в памяти, вот этот звук. И будь он ядерным говнищем, мы бы хоть посмеялись. Я бы на камеру побазлал, появилось бы над чем подискутировать. Но когда кино закончилось, и я вышел на улицу, мне было безразлично. Соник в кино вроде существует, а вроде бы и нет. Тут нет интересных решений, весёлых гэгов, и достойного зрелища. Да, Джим Кэрри хорош. Ну, Джим Кэрри хорош, потому что он Джим Кэрри. Да он всегда был хорош, даже в плохих фильмах. Соник умилительный. Да, умилительный. Когда не открывает рот. Или другие части тела. Особенно в исполнении Антона Камолова, умудрившегося превратить крутого парня в пятилетнего ребёнка с синдромом дефицита внимания. Игровой бэкграунд и референсы. Ну, первый без фильма никуда не исчезал. А вторые – рак, коим нынче принято маскировать художественные пустышки. Они стимулируют зрителей низменные инстинкты, возвращая в зону комфорта, но не предлагая свежих ощущений. Ему ведь это уже нравится, а с новым надо экспериментировать. Нахера? Он и так денег заплатит. А мы ему в ответ сиквелов настрогаем по отработанной схеме. Столь же блеклых, невзрачных и беспомощных. Как будто в первый раз. И я не против продолжения, как не против и этой картины. Она ничего не разрушила, фарш невозможно провернуть назад, и ничего не подарила. Зато с обменяемой командой постановщиков и сценаристов у Соника есть реальный шанс заполучить собственную киновселенную. Но теперь лишь время покажет, извлекут ли авторы какой-то урок из данной ситуации, и, что важнее всего, доверятся ли им зрители. Хотя, как говорится, ни продаж не наебешь. Ролик выпущен при поддержке подписчиков Патреон. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и не пожалейте лайка, если он вам понравился. Обязательно расскажите в комментах, как вам Соник в кино. Фильм вышел недавно, но тут еще есть что обсудить. Чуть позже хочу пригласить гостей и разобрать это дело в каком-нибудь влоге уже со спойлерами. Кстати, отметьте, хотите ли больше контента про кино и вот это все. Быть может, это станет моей третьей попыткой на данном поприще. Быть может, даже успешной. Увидимся очень скоро. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok